Ну, пожалуй, коллеги, чуть-чуть мы все-таки задержались, но, видимо, тут играет роль некоторая ограниченность человеческой природы. Человеческая природа в последние несколько тысяч лет изменилась незначительно, несмотря на прогресс технический. И пробелись у меня в электронике. И, хоть скоро мы продолжаем, я хотел воспользоваться этим моментом, чтобы сказать несколько слов о новых публикациях. Публикации, конечно, происходят у нас везде. Вот, как и что из Нижнего Новгорода, вот, коллеги передали замечательно такую книгу, вот, сборник. А, это сборник, вышедший по результатам прошедшей конференции, где участвует, кстати, Екатерина Владимировна Атанец. Феномен литературного ландшафта и междисциплинарные исследования культуры. Нижний Новгород, 23-й год. Совсем недавно вышла еще одна посмертная книга переводов Ольги Викторовны Смойки. Как и предыдущая такая книга, она издана изделением ее мужа Александра Исаковича. Называется она «Переводы Человеки Переводов». Как он мне объяснил, да, он имел в виду, что в книгу вошли как те переводы, которые уже изданы, были при жизни так и все переводы, которые издаются впервые, но так как переводчица не имела возможности их авторизовать, то издатель ее назвал «Черновики Переводов». Ну, я просто говорю об этой книге, потому что она в продажу не поступит и встраняется весьма... Ну, в общем, она встаняется пока что только среди очень близкого круга. Сюда вошли Дионисий Галикарнарский «Письмо к Помпею», Менадр «Фрагменты», Рутивина Моциа поэма, потом раздел «Ваши эллинские поэты», «Гимны», «Ариан, Индия» — это уже проза, Сафоков Альмурты, Дион Хизостом речи 21, 51, 53, 55, Соник, Мага, Астрон, Психа, между прочим, Филостат «Старшие картины и арты и хион», «Арты и хион», «Трифеодор» — «Взятие и Леона», «Колдов», «Похищение и Леоны», Например, в разделе «Черновики переводов» есть тоже «Филострат о героях», «Михаил Псел», «Василий Камни». В книге также есть список печатных работ по «Девятому свете» за 1971-2023 годы. Это очень важная гибрографическая дополнение, конечно же. Предыдущий сборник, как вы помните, был широко довольно подъявлен на одной из презентаций на нашей кафедре. Вы можете, я думаю, увидеть запись у нас в социальных сетях. И, наконец, я хотел сказать, что совсем недавно появилось 2 публикации издательства «Эрвален». Это второе издание сборника программ нашей магистратуры, где некоторые программы были очень радикально переработаны. Но это просто важно, потому что наша конференция, как вы знаете, имеет как раз учебно-методический характер, и это как раз учебно-методическое кроссобие. Вот, и, наконец, хотел бы я сказать, что только что, даже еще толком не распаковано, вышло издание «Речи защиту Архиля» «Социрона» и «Наша» с «Эрваленом и Танец». В этой книге содержится, во-первых, издание текста, с привлечением некоторых новых рукописей, кстати, которые наводились в научный обиход, в научный оборот. Ну и основу книги составляет комментарий. А кроме того, есть учителя специфику этой темы, довольно большой раздел, который называется «Риторические фигуры в речах Цоцирона». представляет собой справочник по риторическому фигуру. Ну и, как всегда, так уж как было в издании «Речи про легарио», то тут есть и полный в отец по миске слова. Ну, может быть, когда-нибудь мы сделаем отдельную презентацию данной книги, но вот если хотел сказать, что эта книга вышла. то, что у нас предусмотрено над нашим планом. И, как я понимаю, представители Нижнего Новгорода здесь, это доклад Марии Константиновны Мельщиковой Татьяна Александровича Рыкиной и Бобби Сергеевна Мельщик, представляющих Нижнего Новгородский Дорог, который у нас есть. Да. И вот от имени этих трех авторов выступит Мария Константиновна Мельщикова. Ее доклад «Креативная стратегия в играх-тревелогах при изучении литичной культуры из-за создания практической модели в НГУ имени Лобачевского». Пожалуйста, Мария Фестатиновна. Вот, у нас так много докладчиков. На самом деле именно потому, что это разработчики этих книг, поэтому не один человек здесь присутствует. Коллеги все присутствуют в дистанционной форме, поэтому, если что, можно тоже вопросы задавать. Собственно, для студентов-гуманитариев как раз изучение зарубежной литературы начинается с античной мифологии, с античной литературы. И у нас это не филологи классики, это филологи отечественные, Роман Германсы, это журналисты, пиарщики и, соответственно, издатели. У них разный объем программ, но вот тем не менее. И для того, чтобы материал как бы усваивался лучше, для того, чтобы компенсировать у кого-то нехватку действительно часов, в конце 2022 года и в 2023 году нашим коллективом было разработано и прошли апробацию две игры, названных игр тривилоги в данном случае, потому что это именно такое путешествие команды, путешествие героя. И, собственно, как раз они посвящены первым двум курсам, которые изучают студенты. Первый связан непосредственно с культурным наследием античности, ну, а вторая с более узким текстом, чуть позже-то я об этом тоже скажу. Первая игра получила название «Взойден Алип», и, соответственно, она базируется на материале античной мифологии, представлениях участников об античной литературе культуры, которые они, соответственно, получают на лекциях и во время самостоятельной работы. Ну, вследствие того, что необходимая для игры база знаний достаточно обширна, игровой путь в ней разбит на две части. Первая часть, соответственно, связана с именем определенного мифологического героя, который участники получают накануне от гейм-мастера. Ну, в данном случае у нас были Одиссей, Геракл, Белеракон, Персей, Тесей, Ахиллес и Гектор. Ну, чуть ближе, да, я сейчас покажу, это уже фрагмент как-то. Таким образом, эта часть пути является облегченным вхождением в материал, что придает игрокам определенную уверенность в своих силах и возможность внеучебной самостоятельной подготовки. Собственно, да, мы прекрасно помним, что путь каждого героя так или иначе связан с его происхождением, родом, олимпийскими богами, космогоническими мифами, и мифология, в свою очередь основой героического, и псы, и драматургии, и это приводит к сознательному, иногда и не всегда осознанному, расширению знаний у студентов. Изучая мифы, связанные с выпавшим участником героем, игроки охватывают более значительный материал, изучая взаимосвязи своего персонажа с другими героями и богами, и каждая команда, включающая от одного до трех игроков, начинает свой путь из определенной точки на карте, родного города или места, наиболее связанного с доставшимся героем. Уже здесь появляется первое задание, игроки должны самостоятельно найти эту точку отсчета на карте, и, соответственно, поставить туда фигурку своего героя. Роль этих героев, соответственно, выполняет вот такие фишки в виде греческих воинов, и, соответственно, на древнем греческом языке подписаны их имена. То есть студенты должны это опознать, найти свою героя, найти нужную точку исходную. Карта игры Травелога, зайдя на Олимп, адаптированная часть карты древнего мира, естественно, неполная, достаточно условная, с нанесенными на нее ключевыми топсами античной мифологии, там есть Олимп, Дельф, Итака, Крит, Троя и так далее. Очередность первого хода определяется проверочным вопросом, выбранным в ведущем случайном порядке, из общего банка вопросов. Команда первая, правильно на него ответившая, начинает путь, и дальнейшая очередность команд идёт по порядку в направлении движения часовой стрелки. Первая часть игры включает по 15 вопросов и заданий на каждого из персонажей. Карточки вытягиваются самими игроками. Собственно, ну, вот так примерно выглядят карточки. Здесь четыре карточки, они разрезаются, соответственно, каждый из них является самостоятельным. Собственно, большая часть это вопросы, которые предполагают наличие знаний о своем герое. Ну, например, может предлагаться назвать родителей героя, богов, которые покровительствуют, подвиги, которые он совершает. Вопросы, представленные в первой части игры, имеют разные уровни сложности, но достаются игрокам в произвольном порядке. Ну, мы здесь видим, что вот разные, да, ТС, там дальше Геракл, например, да, то есть вот примеры подобных карточек. Ну, так, соответственно, команде Гектору может достаться вопрос, какая богиня обманывает Гектор во время битвы с Эхилесом, принимая облик его брата. Команде Одиссеи предлагается назвать растение данного Одиссеи Гермесом с целью избежать чар Церцеи. Команда ТС, пояснить, зачем ТС спускался в загробный мир и чем закончилось, собственно, это его приключение. Команде Персеи назвать имена сестер Медуза Гарбоне. Команде Геракла, какой подвиг Геракла связывает его историю с мифами о Белерафонте и Персеи, ну и так далее. Однако, кроме вопросов, связанных с непосредственным знанием мифологии в игре, предполагаются задания, расширяющие культурологический контекст и демонстрирующие глубинную связь античных образов, мотивов и сюжетов со всей последующей историей развития искусства. Например, у всех команд есть задание узнать своего героя по иллюстрации. Соответственно, предлагаются просто примеры некие по иллюстрации. Здесь выбираются картины и сюжеты от возрождения, собственно, до 21 века. То есть, предлагается некий перечень картин, допустим, из которых команда должна опознать своего героя. И еще среди творческих заданий предлагается создать девиз героя, к которому он будет соотноситься с его подвидами, подобрать альтернативные артефакты покровителя, причем необязательные запахи античности. Но главное здесь – это креативное мышление, умение находить альтернативные решения нестандартных задач. Естественно, что в творческих заданиях нет правильного или неправильного ответа, и команда может продвинуться по этому пути в зависимости от удачности и оригинальности ответа. Наиболее сложным является третья группа вопросов, которая предполагает применение определенных навыков и знаний из курса античной литературы к новому материалу. Участникам предлагается охарактеризовать своего героя с помощью гоморрских эпитетов, в чем можно, собственно, цитировать Иляду Одиссеев, а можно создать собственный, но стилистически как бы соотносимый с эпическим текстом подходящий персонаж, за которого играет команда. Первая часть игры завершается в Дельфах, куда должны добраться все команды, кто-то раньше, кто-то позже. И в Дельфах участников ожидает встреча с Пифией, роль которой обычно выполняют помощники гейммастера, это студенты старших курсов. И каждая команда здесь должна продемонстрировать свои ораторские навыки, обратившись к Пифии и просить ее о задании и испытании, которое открывает им дорогу к Олимпу. Задание Пифии связано с элементами случайности в игре, когда из сосуда вытаскивается жеребий, записка с названием подвига, которую должна совершить команда, пользуясь способностями и артефактами своего героя. Причем подвиг совершается как раз не тот, который мы знаем по мифам. То есть, например, Одиссею может предложить победить Минотавра, но и другим героям тоже подвиги других эпических героев. После этого испытания герои двигаются по направлению Гарри Олимп, зайти на которую, врести бессмертие среди богов, может лишь одна из участвующих в команде. Соответственно, по достижении этой финальной точки игра прекращается. Вторая часть игры связана как раз с общим банком вопросов, но они тоже там были, я их показывала, то есть они уже касаются не только непосредственно одного героя, за которого играет команда, но они касаются уже в целом и античной мифологии, и культуры. Ну, то есть здесь может быть вопрос назвать троянца, ставшего родоначальником римлян, указать атрибуты Афины, Зевса, Посейдома и других богов и так далее. Всего в банке 140 вопросов и заданий, и более разнообразными также становятся и творческие задания. Ну, например, предлагается предположить, какую песню Арфея мог разжаловать Аида, или представить, что участники пишут фэнтези в духе Перси Джексона, и модифицировать или русифицировать имена мифологических героев, ну и так далее. То есть вот в таком духе идут задания. Собственно, кроме ответов на вопрос, у героев, у участников есть подсказки три. Это воззвать к Зевсу, то есть сразу получить правильный ответ, воззвать к Аиду, пожертвовать одним из игроков на три хода, и, соответственно, обратиться и воззвать к героям, то есть получить подсказку от других игроков, возможно, подсказка будет не очень правильной. Ну и, да, вот как раз и воззвать к героям, как и предлагают участники. Ну и логическим продолжением данной игры стала вторая игра. Это игра Тревелок Инферно, которая была связана с первой частью божественной комедии Данте. Здесь акцент, почему она тоже связана как раз с античностью, потому что мы сделали акцент на такой реактуализации знаний об античности, поскольку, да, текст Данте, он большое количество и отсылок, и реминисценций тоже имеет. Здесь, как вы видите, немножко другая структура. Здесь бросается кубик, и герои команды идут по клеточкам, отвечая на вопросы. Вопросы усложняются ближе, соответственно, к центру. Ну и здесь тоже есть помощь Вергилия, помощь Данте, соответственно, ну и очень замечательно есть помощь грешников, ну то есть остальных участников этой команды. Ну и подчеркивая приятственность литературной традиции и фундаментальность знаний об античности, здесь как раз значительное место среди вопросов занимают те, которые связаны с античным материалом. То есть реки загробного мира, отрывок предлагается из божественной комедии, например, где описывается мать Гракхов, да, и предлагается вспомнить что-то, да, какие-то еще о ней сведения. Ну и из таких еще вопросов, кого из мифологических героев и троянцев Данте помещает в Лимб, кого из величайших поэтов древности, кроме Вергилия, встречает Данте в Лимбе, ну и так далее. Ну, вопросы творческие, они достаточно похожи, да, на вопросы игры в Зайдинале, поскольку времени немного осталось, я не буду на них останавливаться. Ну и вот здесь просто, конечно, такое заключение, у нас в одной игре принимало участие 12 команд, в другой 15 команд, то есть очень активно и много участников, и команды действительно, в общем-то, продемонстрировали и очень хорошие знания, которые действительно иногда даже удивляли, насколько подготовились вне лекции студент. Ну и вообще такие креативные гратравилоги, они, конечно, имеют в первую очередь практически методологическое значение, и они очень продуктивны для того, чтобы показать взаимосвязь разных эпох и материалов, и в том числе как раз подчеркнуть, что именно античность является одним из базовых стерней для выстраивания во многом дальнейшей культуры и литературы. И вот в такой игровой форме можно реализовать междисциплинарный подход в учебной сфере, на практике показать, как в историческом контексте могут функционировать и реализовываться национальные культурные коды. Все. Спасибо. Спасибо. Какие будут вопросы? У нас есть... Извините. Да. Так, так, так. Вот у нас есть кто-то... А, Елизавета Сергеевна Наума у вас спрашивает. Участница. Участница комиссии. Да. Меня слышно? Да, да. Угу. Знаете, у меня такой вот короткий вопрос, может ли я ошибаюсь? У вас на карте, которая предлагается студентам, есть такой остров Мако среди теплосных островов. Может быть, в учебной ways? Может быть, это описание у вас, потому что там вроде бы должно быть просто как наста. Сейчас кто-то... Хорошо. Я ум demais… Что вы говорите. У меня Сергейunächst говорит, что вот на карте, да, неправильно какие-то острова написаны. Я думаю, что она права, может быть не здесь, и там точно совершенно что-то с островом ФАСУЮС, по-моему, у вас как ФАУЮС случайно. Нет, МА쳤denй. А, да, 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 накус, если правильно. Нет, да, есть, есть, это просто, мы это уже все видели, просто неисправлено, это неисправлено. И я, знаете, еще что отметил, что у вас там не остров, а гора. Гора написана Атус, что вообще правильно, но не соответствует нашей традиции. Она у вас не Атус, а Афон. Ну, это мы уже видели в прошлом эскенте, в Санкт-Петербургах. Да, то есть она у вас как по-латински названа. Да, а еще вопросы будут? Да, пожалуйста, Антон Александрович. А я узнаю по опыту, что вот немецкие коллеги в таких случаях очень любят приложения выпускать. Не планируют ли университет выпустить? Это очень элементарный у них интерфейс, но вот именно тоже студенты сидят, играют там путь на карте найти новую виду приложения. Приложение как компьютерного. Ну, вот такой, например, для смартфона, там не планируется всякое подобное выпустить. Вопрос к нашему докладчику Кольке Сергеевне, потому что она у нас гейм-дизайнер, и она у нас с компьютерными играми в том числе связана. Ну, наверное, это возможно, но вопрос, насколько трудоемко нужно. Опять же, сесть студентам за компьютер, тут они очень живо общаются, тут они очень живо взаимодействуют, потому что там как раз построено, ну, я больше про вопросы рассказала, но там есть задания, где они должны взаимодействовать, то есть это какие-то еще такие движения совершаются, где они действительно могут там помочь друг другу, особенно когда там решают пожертвовать Аиду какого-то своего товарища или не пожертвовать ему взамен на вопрос. И как эти товарищи, например, обижаются, говорят, ну, как же вы меня, вот, я такой хороший. Ну, то есть это такая еще коммуникация очень живая. Есть ли смысл это переводить в электронную, опять, в компьютерную игру? Может быть, наоборот, закрутить выпуск? Запрещать, не будем. Не будем сами делать это. Это было бы свежим от таких предложений, которые способствовали повышению интереса. Я бы нас тут послушал. Хорошо. Какие будут еще вопросы? Ну что же, спасибо. Спасибо, Анатолий Микгородский коллега. Можно сказать слово? Да, 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 конечно, Анна Михайловна. Да, я хочу поблагодарить за доклад, конечно, Мария Константиновна. Еще сказать то, что, наверное, многим известно, что Межгородский университет регулярно организует прекрасные конференции, богатейшие в своей теологической тематике. И Павловский семинар, и регулярную конференцию у нас, по-моему, в два года. И огромное усилие, как можно видеть со стороны, прилагается Мария Константиновна, ну и, конечно, Татьяна Александровна Шарикова. И очень много у нас с логового с логическим факультетом и с нашей кафедрой регулярно представлено с докладами. И мне хотелось бы очень поблагодарить, потому что сейчас неуместно вычислять, но такой спектр логических тем бывает редко на конференции. Спасибо, кстати. И совершенно верно, Анна Михайловна. И более того, коллеги регулярно выпускают сборники, вот, собственно говоря, один из которых и был предоставлен. Следующий доклад Андрея Григорьевича Ефремова, а он здесь. Он представляет гимназию имени Святого Григора Марика Цинь в Москве. Практический опыт преподавания латинского языка в учащемся с шести поделать себя в первую очередь. Пожалуйста, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. Я сегодня прогуливаю гимназию, потому что мы спробуем сегодня, по первенцам раз в неделю, чтобы здесь присутствовать. С вами, конечно, волнуюсь. Но я сообщил учащимся, что сегодня участвую в таком интересном предприятии, как конференция греко-латинская литвы культура логия. Крестик, крестик, подолчка, крестик. Это мальчик, 20 декабря. И, в принципе, не знаю, смотрят они или не смотрят, но посмотрим, что в итоге получится. Вопрос первый. Есть ли здесь среди вас люди, которые занимаются, тоже занимались преподаванием латинского, в частности, языка, детям от шести до одиннадцати лет? Я преподавал некоторое время, но приватно. Таким образом, есть с кем побеседовать. Возможно, не только интерпассив, но еще и интерактив со всеми. Так что продолжаем. У меня, в принципе, ну, как девиз, сложившийся на уроке, так называемый библиоглобус, как магазин называется, да, библиоглобус. То бишь, не только латинзация, но и эллинизация детей, гимназии, цветово-наракансы, греко-наракансы. Дети учатся там не так давно, а на классе не так давно. Поэтому самый большой возраст – это 11 лет. Поэтому так получилось, что хотел вести для синеклассников и выше. А там нет. Значит, что было дальше, расскажу сейчас. Преподаваю уже второй год с половиной в этой гимназии. Изначально был предмет фактически как обязательный, сейчас больше как факультативный. Начали мы с чего? Ну, вообще-то могу сказать только для начала греко-наракансы. В принципе, если знаете, на Красной площади в Москве есть храм Василия Волженого. А там 11 церквей. Одна из них называется церковь, смотрящая прямо на Спасскую башню. Самую главную нашу Спасскую башню Кремля. Называется церковь Григория Армянского. Она очень небольшая, смотрит на Спасскую башню. Но это не тот Григорий. Через несколько веков жил еще очень известный для армян Григорн Ракансы. Это 10-й век прошлого, он 53 года. И, как еще раз спросил у них знакомых армян, они читают его произведение как Библию. Он богослов. Из города Сене-Надак был такой монастырь в свое время. Сейчас в территории Турции, поэтому совсем это уже не Армения. Но, тем не менее, озеро Ван, вот там находился монастырь, уже разрушенный. Сейчас у меня на этом месте мечеть турецкая, где и жил долгое время, и работал богослов Григорн Ракансы. Так что это кратко о его истории. Что ж, теперь переходим к практическому применению знаний среди гимназистов. В принципе, урок, большей частью, случайным образом, уроки были построены так, что пришлось с удовольствием работать на программе, так называемый, перевернутый класс. Аула инверса. Перевернутый класс, когда, в принципе, большей частью, дети с помощью родителей готовятся дома. Да, у них есть много времени на это, меньше и больше по выбору родителей и детей. Приходят на урок, фактически мы отрабатываем материал, пройденный имя дома, и идем, возможно, даже дальше, если есть время. Вот называется перевернутый урок. Вообще, самый интересный случай из тех, которые были, я пытаюсь их перечитать, когда был самый первый урок у меня, одна девочка спросила, а хорошие ли люди были древние римляне? Вот это очень интересный вопрос, конечно. Микрофон или уже нет? Вопрос интересный, но я сказал, что в принципе будем самое лучшее брать, не будем, а в худшем, даже если они были плохими. Вот, а еще один мать спросил, а древний рим больше или меньше, чем Советский Союз? Ну, в принципе, да, я потом посмотрел, все четко написал его маме, ответ, что да, меньше древний рим был, чем Советский Союз. И я принес вам материал, в принципе, употребляющий некоторые мои наработки. Я сейчас покажу некоторые вещи, а именно то, что мы успели сделать за это время, пока урок был и официальным, и неофициальным. Вот, мы решили, я верно решил, что дети должны путешествовать в страну Древний Рим с помощью чего? С помощью машины времени. Называется она Machina Temporis. И поскольку древний язык латинский дал основу для современных романских большей части языков, мы тоже об этом говорим в уроках, почему романские называются, да, и каковы их названия. Там иногда дети путают, францы, французские, эсманские, для них одно и то же. Потом трудно изучать слова, там, типа, бедни, бежишь, для них одно и то же, для одного мальчика, допустим, слово «все» и слово «конец» тоже одно и то же оказалось. То есть, так получается, бывают такие накладки, но, в принципе, очень интересно. Так вот, значит, открываю первую, один из лучших учеников. Его мама постоянно пишет мне полдесятого, не знаю почему, может быть, показывает мне, что они трудятся латинскому штампу занимаются, а может быть, показывает, что им нужно доел заниматься, не знаю. Вот, одна из машины времени, это язык каталанский. Там мы написали на разных языках романских. Вместе написано «макина дал темпс», язык каталанский. Вот написано, что в Италии, вот такая машинка у него получилась дома. Далее, очень интересная ученика у меня есть, они делают абсолютно все, на пять. И даже на технике сказали, что когда он получил пять с минусом, он не спал всю ночь. Вот мы еще взяли, конечно, греческий. «механи тухроном». Да, вот такая машинка, получил своих ученика. Интересная, наверное. Дальше. «Макина в атомпо». Язык галлисийский, язык Испании такой есть. Заодно, эта девочка, девочек ходит очень мало, в принципе, наверное, девочки меня мало понимают, возможно, всю мою логику и так далее, как, в принципе, учителя. Но, все же, некоторые девочки еще остались, по-моему, две. И девочки, хотя бы, хоть и путают название, там, дай, этот, галлисийский, манисийский и так далее, но, в принципе, очень интересно, вот она написала, 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 написала вот такой маршрут времени, «махина в атомпо» – это как язык галлисийский. Одному очку, это был жеребний, мой личный, выпало, написать по-армянски, я не знаю, пора сейчас сказать армянский, я не знаю, и они, даже не все знают армянски, на самом деле, для некоторых родной язык армянский, для некоторых родной язык русский, и поэтому, в принципе, практически мы изучаем, как четвертый язык латинский, да, еще и греческий, поэтому, с одной стороны, это логично, что ходят не все, с другой стороны, не знаем, почему это ходит. Итак, вот такая интересная переводная вот эта машина, здесь, конечно, переводная плохо, потому что мы делали все сами, а здесь, понимаете, мы не сами. Ну, он, мальчику, почти ничего не делает, поэтому хотя бы вот так тоже не хорошо. Да, супер закладывается. Да, а вот это девочки, мы работаем, самые старшие девочки, пятый класс, гимназия частная, как называется, да, и тетей Кос, по-какречески, да, и тетей Кос. И поэтому, вот их всего не так много, одна девочка, которая пустится в этом классе, вот ее в наше время написано, ведь то же самое, кстати, если, внимание, обратите, это то же самое написано, начинается уже не макина до темпу, а макина до темпу. Это уже по-португальски. Можно написать по-португальски. Да, вот, значит, заодно сравнивать, что, видите, написано одно и одинаково, а там португальский, здесь португальский, а там, да, я понимаю, а там, в эльцинских. Далее, ну, большая часть все-таки на практике, остановимся, вот такие вопросы, такие, узнаем, фразочки, допустим, «По утрам я испытываю голод и жажду, и всегда что-нибудь готов поесть и попить». Это на самом деле текст, те слова, которые мы изучали. Ну, или, допустим, «Сегодня ты не хочешь плавать?» «Я вижу горы, маленьких цветы», и так далее, да. Вот такие фразы, в принципе, на основе слова, которые мы изучали, в принципе, не все согласны, и мне очень не нравится такая демократия. Вот, на днях был педсовет, и в Челях говорит, что одни скажут, что нам не нравится, что даете, другие скажут, что нам надо давать другое, третьи скажут, что вообще надо латинский учить позже, кто говорит, что я мешаю, готовить обед своим латинским, кто-то там еще говорит, но, в принципе, вот, допустим, уже несколько месяцев ко мне в дверь кидаются дети, ногами, не знаю, чем руками, я не знаю, с чем это связано, то ли они не как-то к латинскому, то ли они хотят, то ли они просто, которые мне уже ко мне не ходят, то ли, допустим, мне напомню, что перемена, я не знаю, что они чего не хотят, директор говорит, что переходный возраст, мне кажется, что это что-то другое связано, может быть, все-таки против латыни они выступают. Вот, далее, еще раз покажу, вот мы придумали, я, конечно, что я думал, вот паспорт, паспортная с собой нет, те, кто ходили ко мне уже в третий год ходят, они еще имеют паспорт, книжку древнего римлянина, такую книжечку с, это не паспорт, это виза, значит, виза вклеивается в паспорт, понимаете, чтобы быть древний рим, нужна виза, это внешняя часть, внутренняя здесь, там есть, здесь написано, рома антигуа, на разных языках, в языке, здесь просто не написано еще, чтобы привести внимание к искусственным языкам, типа эсперанто, я еще написал, там, эсперанто, здесь варианта нет, с собой, вот, и поэтому мне нравится, я пишу, для детей, чтобы они изучали, не только если латинский, но со временем изучали другие языки, вот через мое посредство. Далее, ну, когда вообще, сделали урок не для всех, я посмотрел на свою программу, думаю, в принципе, кому-то надо, вот слово «я», что без «я» не пойдешь, не проживешь, живешь, конечно, слово «1, 2, 3, 4, 5», кому надо, ну, в принципе, никому, да, это фактически, должна быть жесткая такая рука, чтобы вот в школе ввели латинский, значит, все, идем в латинский, а так, если спрашивать, зачем это надо, в принципе, нет ответа. Но, мое цель, я вижу, по-разному, другим показателям, что некоторые ученики в старших классах, в других школах, не могут запомнить много слов, одно слово запомнят, из 20 на других языках, и потом, через неделю, два слова запомнят, вместо 20 дополнительных. Кто-то хочет поступать в другие вузы, ничего не может запомнить тоже, поэтому я решил, что вот, какие-то спали развивать, это очень важно. Поэтому, одна из целей моих, этого преподавания, помимо отца в латинского, вот такие грамоты, раздаю, мы на днях, мы не так давно были, в моем вузе, где я учился, МГЛУ, да, в Москве, вот, тем, кто в хатсоны ходил, вот такая грамота, досталась, здесь написано, что, да, спасибо, что побывали со мной вместе, и что еще написано, и с Новым годом, а, еще вот я сейчас стал ставить оценки в греческом варианте, вот, здесь написано, как раз, сдал тест на оценку поликоля, да, очень хорошо, то есть, у меня есть оценки коля, ну, это я, тройка коля, четыре, поликоля, четыре с плюсом, и ариса, но еще, конечно, все любят слово кокос, да, кокос, двойка, или аскема, или кокос, тоже неплохо, в пользу спроса эта оценка, если надо, ну, и нах, нас тоже немножко используем, здесь карта древнего рима, хотя они все понимают, зачем цифра 5, это что, пятый класс, мне говорят, зачем так рано, у нас еще не пятиклассник, наш шесток, первоклассник, так далее, я говорю, в принципе, цифр тут не важна, тут карта, есть наглядные пособия, варианты, древний рим, и так далее, и так далее, и так далее, море, внутри, древнего рима, и вообще, сейчас я уже буквально, еще нахом, три минуты, и, вот с чем мы ходили в голову, вот с такой папочкой, я написал, видите, известное выражение, омня, портал, портал, но мне, маяком, портал, то есть, я показал, что вариант известный, а вот вариант идеальный, я спросил, а что дальше написано, вот, сейчас, дальше, что написано, я не знаю, в этой книжке, видите, получается, один момент, породил другой момент, и, просто, пока она, сейчас, вот, прошу, можете достать, я его против, любую, у нас, вот, так, да, они, достали, вопрос такие, и вот, пописим, допустим, в вопросе, да, назвитель номер телефона, по-латыни, 8, 916, там, 54, да, 26, 75, сейчас, греческий, но, там, они, они, по-гречески, кто хочет, или, допустим, какие романские языки знаете, да, какие страны, на месте ремня, ремарки, располагаются, вот, мне еще, еще, если вы видите, в латинском тексте, вот, открывайте книжку, там, написал латинскими буквами, какой текст неизвестно, какой язык неизвестно, но, если вы там вдруг, среди этих латинских букв, видите, букву ЙО, то какой это может быть язык, вот такой у меня был вопрос, ну, ответ, или по-французски, да, если знаете, там есть глупо ЙО, который читается не ее, правда, и албанский, вот, значит, такие два варианта, они даже были учтые, они принцы, умные дети, то есть, те, кто хотят, учатся, очень хорошо, поэтому, такие вопросы, я тоже задавал, в виде теста, ну, и момент, последний, поскольку, все-таки, я пришел с улицы, фактически, и, можно сказать, а кто-то, что-то за дяденька пришел, вообще, может быть, его выбросить в окошко, чтобы не выбросили в окошко, вот, видите, дверь стучаться, чтобы в окошко не выбросили, я вот, принес, сейчас, свои регалии, такие, это устояние, всякие, в прошедении курсов, тут у меня бумажка, выданная, господином Потасиновым, есть, вот, справка о том, я работал раньше тоже с учительом латыни, три года, в другой школе, и так далее, то есть, все это я специально приносил, чтобы в окошко никто не выбросил, потому что, конечно, среди женщин очень трудно, я ничего не понимаю, что они хотят от меня, вот, я принимаю себя, вот, и, из-за этого приходится, вот, такими, каждый день я вот, таких сюрпризов получаю, это если, потому что я вообще ничего не понимаю, что они делают, тут мальчик, кремни, которые бегали мне по классу, вот, которые постоянно загоняли в класс, зачем-то еще, потом сказали, почему вы родите детей, только вот, какие-то, значит, мам приходят, звонят, там, срочно-срочно, значит, вторую сумму в машине, надо первую сумму забрать, но я понимаю, что если она звонит один раз, то она и вторую сумму позвонит, и третью сумму так далее, значит, каждый день, пять минут урока, и потом уже сумма говорит, ну, хватит, что надоело, мол, маме, да, то есть, хватит уже меня защищать от латинского языка, от урока латинского языка, да, женщины, тысячи, детей, это все упадает, и момент последний, вот еще такая, у меня есть наклеечка, сейчас я вам хочу выдать, если получится, такую грамоту, заслуженный латинец гимназии, вот, ну, пока, и не выдал, вот есть вот такой вариант, студенцы, я бы сказал, это когда вы переливали в голову, вот с такой бумажкой, и с таким вещиком мы бегали, в принципе, еще два, две вещи, писали, как все нормальные люди, на языковых приметах, писали, пытались, как могли дома, с помощью интернета, или интернета, писали тему, как я провел лето, и вот, одна девочка, ну, не знаю, почему она так написала, но это не важно, если она взялась из интернета, вот, значит, вот такую сделала брошюрочку, и вот фотографии ее, и комментарии, но я ничего не исправил, вот здесь видите, и на Армении, кум ало мео, да, это вот нормально, да, мне кажется, Армения, так, что еще интересного, и на Америке, Австралии, но еще еще одно покажу, вот, тоже, видите, какие фотографии, но все подписаны, не все правильно, но, тем не менее, я просто не стал уже исправлять, но очень интересно, она такая не одна, для моего последней, вот, входим, вот, мне дали такую бумажку, тоже искренне написано, частная гимназия, вот она имеет название полное, запомнить частное учреждение, гимназия, имя Святого, перегора, на Ракоцы, вот, при Российской, и Новой Нахичеванской, ипархии, в Москве, на Олимпийском проспекте, ну, в принципе, все. Спасибо, Игорь Григорьевич, да, мы видим, сколько, сколько, островованные способы, которые мы, которые мы, преподавателям в наше непростее время, приходится приливать, любовь к классическим языкам, Будут ли вопросы какие-нибудь к Андрею Григорьевичу? Или в получении комментариев? Да. Вы знаете, по поводу Южной Америки, надо сказать, что так как Америка названа в честь Америго Веспуччи, а имя Америго по-латински Америкус с И долгим, то у пуристов Америка называется по-латински Америка с ударением на И. Америка в Аустраиле, правильно? Мы еще имена изучаем. Их имена, то есть почему Давид, почему София, и название предметов, я их тоже учил, почему математики, называются математики. Мы изучали уроки, допустим, физика слова физии, природа, химия слова химос, сок, астрономия слова астрозвезда, то есть это тоже для них, мне кажется, было бы интересно, но, к сожалению, ходят не все, не знаю, что будет дальше. Мы пожелаем вам, тем не менее, успехов на этом многотруднокупище. Итак, мы движемся дальше. Следующий доклад Романа Александровича Багрова в городе Жуковский, из ВНИИО. Жертву отцу или уплата дьявола, об одном неверно понятом аспекте сатериологии преподавателя Иоанна Кассиана Риминина. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь надо вот разумно демонстрацию убрать, чтобы тут демонстрационные тоже участники. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я начну. Деяние Диониса, позднеэтичного автора Нонна Панаполитанского, самая длинная этическая поэма античности, отличается сложной структурой и разнообразием действующих лиц, что говорит о литературном мастерстве и творчестве фантазии ее автора. Эта поэма в 48 песнях посвящена Дионису и описывает его путь от рождения до вашествия на Олим. Больше половины поэмы занимает военная экспедиция Диониса против премии Индов. Поэтические принципы и художественные приемы Нонна, такие как хойкилия и антитепия, его литературный стиль и композиция поэмы уже становились объектом научного обсуждения, например, исследованный Захаром Итаршиловым. Однако его методы подбора персонажей и внедрения их в текст поэмы еще не привлекали должное внимание. В своем докладе я попытаюсь реконструировать эти методы на примере кавиров, второстепенных, но важных персонажей Диониса. Кавиры – мифологические существа, путь которых был широко распространен до их умений на протяжении всей античности. Умонна – братья Кавиры, Алкам и Эвли Медон, участники похода Диониса. Они появляются в 11 из 48 песен поэм. На экране показана частота появления кавиров в тексте «Деяний Диониса». Первое и последнее – это упоминание о мистериях кавиров на Самокраке, а между ними – описание самих кавиров и их деяний во время сражений армии Диониса, их участие в спортивных состязаниях, организованных Дионисом, и в конец их лаг по виде Диониса в итоговом морском сражении. Но не единственный античный автор, упоминавший кавиров в своем произведении. Многочисленные упоминания о кавиров встречаются в текстах древнегреческих и латинских авторов на протяжении почти двух тысяч лет. Географии и хронологии этих упоминаний обобщены в обзоре Хендерга, а содержание – в обзоре Увара. Список античных авторов упоминавших кавиров приведенный к храму. Помимо текстов имеется и большой иконографический материал. Например, изображение кавиров на монете в виде статуи, а также храм-святилище на острове Самокраке, который был ассоциирован с кавировами. На Самокраке приезжали со всех концов айкумены для посвящения гнистерии в надежде получить защиту, особенно от опасностей на море. Сведения о кавирах в античных текстах крайне противоречивы и запутаны. Сообщаются различные подробности о числе кавиров, от одного до неопределенного множества, об их природе – божества, служителей, богов, структурных героев, целый народ, об их внешнем облике – люди, карлики, даже раки, которые почитаются в качестве волос. Помимо кавиров мужского пола упоминаются также кавиры женского пола, об их личных именах, хотя обычные имена сохраняются в тайне и не разглашаются в непосвященном гнистерии кавиров, о мистических обрядах кавиров, об их мифологической идентификации. Кавиры могут приравниваться к Зевсу, Дионису, Карибантам, Тихинам, Аиду, Деметрию, Берсиконе. Об их происхождении. Их отцом может быть назван Гефес или Сидип-Феникиевец. Кроме того, один кавирт может быть назван отцом другого кавира. О географии кавиристических обряд – Самофракия, Немнос, Имброс, Ива, Сироянский регион, Египет, Феникиев, Игера. Деяние Диониса – единственное известное произведение античной литературы, где кавиры предстают как действующие персонажи, а не как объекты исторического, диагностического, мифологического или религиозного исследования. И кавиры ноуну существенно отличаются от кавиров из секций других античных авторов. Как ноуну создавал свой специфический образ кавира? Какие источники он использовал? Прежде всего, отметим тесную связь кавиров с главным героем поэмы – Дионисом. В деяниях Диониса кавиры выступают соратниками Диониса в его войске, наряду с Экфуоном, Гимнеем, Алистеем, Харибан, Клино-Сатирами, Басаридами, которые являются родственниками Диониса или его обычными студентами. Поэтому можно предположить, что кавиры тоже должны быть связаны с Дионисом, родственными или мифологическими узами. Действительно, упоминания о таких связях имеются в античной литературе. В СССР он и Луций-Амперии называют Диониса сыном кавира. По словам климента Александрийского, кавира и Дионис были братьями. Кавиры принесли Диониса в жертву и учредили священные обряды в его честь. В школе Хаполонию Рогосткену Дионис и Дерс называются младшим кавиром и старшим кавиром. Страбон сообщает, что служители вако называли кавирами и кавирами. Однако для Нонна более значимой представляется связь кавирах и Диониса через остров Самофракия. Первые песни деяний Диониса посвящены Кадму и его сватовству Гармонии. Гармония выросла на Самофракии, и Кадму приходит туда, чтобы взять ее в Нонну. От их союза родилась Семела, мать Диониса. Таким образом, Самофракия является прородиной Дионису. Нонна подробно описывает сам остров, его правители и сватовство Кадму. В свою очередь, Самофракии связаны и культ кавирах, и кавирах у многих античных акторов, и кавирах у Нонна. В деяниях Диониса Кадми названы гражданами фракийского самосла. Электра, воспитательница Гармонии и мать Дардена, названа правительницей Кабирах. Дарден, правитель самопрагиров, оставляет царскую гласть своему брату и мать, вместе со скипетром Кабирах. Упоминаются также пещеры и мистерии Кабиров и Самофракии. Итак, выбор Нонна Кабирах в качестве ближайших саральников Диониса выглядит вполне естественным. Характеристики Кабиров в деяниях Диониса четко раскладываются на две группы. Первая группа – это их особенности, которые встречаются и часто повторяются в произведении других античных акторов, предшественников Нонна. Их список представлен на экране. Это связь Кабиров с Самофракией, мистерии Кабиров на Самофракии, Лемна – как важное место почитания Кабиров, Гефест – как отец Кабиров, Лемна – как устров Гефеста, Кадейро – возлюбленная Гефеста и мать Кабиров, тесная связь Кабиров с морем, идентификация или тесная связь Кабиров с сарибатом. Таким образом, можно предположить, что спектр основных характеристик Кабиров, связанных прежде всего с их пультом, с происхождением и родственными связями, был заимствован Нонна моего предшественника. То, что столь обширно и заимствовано действительно ее местом, подтверждается сравнением отрывка из 10-й книги географии Страбуна с текстом деяния Диониса, где Нонн почти полностью повторяет черты Кабиров из текста Страбуна. Кстати, именно в этом отрывке Страбуна потребляет столь важное для Нонна слово «пусть ее». Сходные места из обоих текстов приведены в каблице. Кабиры почитаются на самокраке и веносе. Кабиры и карибанки практически отождествляют друг друга. Их обряды мистические. Места их почитания пустыны, неоритальны. Они служители божества в священных обрядах. Они боговдохновленные, пораженные безумием. Они скалуют военный танец с полным вооружением. Их танец сопровождается звуками кейты, шумно-звоном кималу и тимпану и ударами в щиты, криками и воплями, топами в ног и прыжками. Нонн перерабатывает прозаический текст Страбуна, справивая сведения из его текста в поэтическую ткань Диани Дианиса. В соответствии со своими поэтическими принципами, Нонн оставляет некоторые фразы Страбуны неизменными, к некоторым добавляет уточняющие эпитеты. Например, простой аулос становится диктюхосаулос и аулой адзюрес. В большинстве случаев Нонн использует синонимы или сходные понятия. Например, тимпана и тимпавер он заменяет щитами, а то по нему прыжками. Последний пример также является примером игры слов. Одно сложное существительное подокрустьясь, но он заменяет глаголом «экрусанто», за которым следуют два существительных – «галма» и «фитнеси». И еще несколько дополнительных слов. Одно слово становится целой фразой, очень характерной для стиля Нонн. Нонн демонстрирует огромную иллюдицию и мастерство в художественной грантформации текста. В то же время, Нонн как бы оставляет за эллюбированным читателем возможность сравнить свой текст с текстом Страбуна, чтобы оценить вертозность собственного литературного мастерства при переработке текста с литературами. Если выделить заимствованные или перекодированные части в этих открытках, то видно, что Нонн переработал и строил свою поэму почти весь открыток с работы. Однако, помимо этих базовых характеристик, фаверы в деяниях диалезы найдены многими чертами не встречающимися в фаверов произведения других авторов. Эта вторая группа включает в себя личные имена «Алкон и Эвремитон», «Полидиум и Придумы и Нонны», число 2, два брата Кавира, которые имеют важное значение в политическом мире Нонны. Двойственность является, с одной стороны, элементом многобратья, а с другой элементом сравнения, предполагающего противоположность или различие, антитепия. Это два основополагающих принципа, на которых строится весь художественный мир поэму. Каждый из двух братьев имеет индивидуальные особенности. Эвремитон активнее и сильнее Алкана и участвует в битвах и состязаниях. Алкан выполняет его либо помощником. Хотя оба брата, следующие в деле кузнечным, только один, Эвремитон, помогает у кестового кузнеца и защищает их от нападения денег. С самого рождения Кавиры спускают искры и управляют огнем. Однако их огонь поступает по силе и мощи огню, которую может управлять Дионис, поскольку Кавиры получили огонь от своего царя песка, т.е. они обладают подземным огнем, скопоти от накований. Тогда как Дионис может управлять небесным огнем от своего отца и девцов. Кавиры Нонна – воины, сражающиеся на песнице, которым копы и хорюжие, которые для них хотят и детства. Кавиры сражаются с врагами Диониса. Эвремитон принимает участие в морском сражении, управляя собственным правлением. Эвремитон также участвует в двух спортивных состязаниях во время погребальных икров. Кавиры сражаются со всеми главными противниками Диониса, но терпят поражение в каждом поединке. В свою очередь Дионис побеждает каждого из своих противников. Мало вероятно, что все эти разнообразные свойства кавиры второй группы были также заимствованы нормами других авторов, но не оставили каких-либо следов в литературе. Скорее всего, эти детали были придуманы нормами, либо адаптированы на основе других источников. Не имея сейчас возможности вдаваться в подробности, скажу что вполне вероятно, что Нофф, как части, смоделировал эти особенности на основе образа Диаскура. Зачем Нофф создал сложный образ кавира в Диане Дионисе? Можно предположить, что он использовал кавиру как средство характеристико своего главного героя, Диониса. Все элементы образа кавира у Нофф имеют параллели в образе Дианиса и служат элементом сравнения и противопоставления с наградным зеркалом, призванным возвеличить образ Дианиса . С помощью образа кавира наглядно демонстрируется превосходство Дианиса над всеми остальными персонажами, как союзниками, так и врагами. Итак, можно заключить, что художественный метод Нофф при создании образа кавира в Диане Дианиса включает в себя заимствование традиционного набора их качеств у других античных авторов для того, чтобы сделать их узнаваемыми для читателей, и дополнение образа кавира различными оригинальными или трансформированными качествами, чтобы интегрировать их в текст кавиру и адаптировать к роли, задуманной автором в соответствии с его целями и поэтическими принципами. Благодарю за внимание. Спасибо, Мария Атимовна. Какие вот вопросы есть у меня? Они посреди этих трансляций? Пока нет. Ну что же, спасибо еще раз. Я думаю, что вопросы будут появляться. Итак, следующий доклад, последний в этой части. Это доклад представляющего мировой культуры МГУ Сергея Григорьевича Бутова. Доклад называется Погоня, Погоня, Зад и От и Подписной 2. Инфинитируя слухи глаголов Тима, Тима, Зима, Зима. Сверху, собственно. Пожалуйста, Сергей Григорьевич. Да. На прошлой конференции Александр Евгеньевич Кобельцов сделал мне такое, как сказать, замечание, что, например, Погоня. Погоня. А если я сказал подписной, то надо подписную. Я не имею ввиду соответствия. Это не важно. Это моя отсебятина. Так что не чувствуется. Чувство получается. Ага. Вот. И Дима сказал, что мы же не принимаемся в написании подписной йот в инфинитивах, где она заведомо неправомерна. Ну, потому что инфинитивы сложены с Эйна. Эйн – это вложный бифтон, это Эн. И поэтому никакой подписной йот там будет не должно. И, соответственно, чего там про неё говорить? А я говорил о слове «Трос», «Троянец», который пишется в одних изданиях с подписной йотой не выглядит. Сейчас возобладала тенденция не использовать подписную йоту. Вот я как раз сниму. Ага. 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 Ура. Сейчас только. Да. Сейчас. 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 Ну и. Я решил поднять. Как сказать, поймать мяч? Брошенный. В меня. И послужить на тему, а нужна ли… Ну, с нами подписана йота в таком, заведомо неправильном, как сказать, заведомо якобы неправильной версии, а именно в инфинитиво скрипный глагол. Ну, значит, ну это просто, да, в реакции на название, опять же, это отсебятина, все, а это вот называется штилица, хотелось немного пролить собой. Значит, ну, вот все контексты, ну, насколько я знаю, все контексты глагола с подписной йотой из Элиады и Одиссей. Ну, вот адреса тут выписаны, это глагол РАН, глагол ИАН, два, трижды, СРАН, и это, кстати, расхождения, которые указаны в том издании, на которое ссылался в прошлом таблице. Видите, есть СРАН, а есть ПРОСРАН. И у якобы Лароша, у него приведено расхождение в виде, вот, то есть он не только фиксирует подписную йоту, как фактор, как бы, расхождение между источниками, а не, а, он фиксирует вот такую кусочку, как наличие и отсутствие при дыхании внутри слова. Ну, я, это здесь, в фигурных скобках, опять же, я вам тогда задиснул страхную правду до конца, то, наверное, можно было бы фиксировать и конечную, и не конечную сигму, но это уж ладно. Вот, можно сделать, здесь все как раз было бы предположено, потому что после приставки. Вот, и, ну, это имеется в виду вот это издание, Ларош, вот, Платома, вот. Вот это место ПРОСРАН, оно, значит, ну, тексты, комментарии, соответственно, вот СРАН в рамочке, значит, и вот, что, как он откомментирован, видите, СРАН с придыханием, ПРОСРАН без ничего, и ПРОСРАН с подписной йоту, значит, ну, то есть, как бы, он относится к ней так же уважительно, как подписной йотик в слой ТРОС, который он тоже фиксирует всю, значит, ну, значит, казалось бы, все действительно очень ясно, вот у нас слитный глагол, все формы там, кроме одной последней формы, они все встречаются в ЭПОСРАН, так сказать, это, я их поэтому, значит, перебору, ну, неслитная форма ФОБЕРОМЕНОС, понятно, не она встречается, я здесь звездочки не пишу, потому что это само собой говорилось, ну, не ладно, она ФОБЕРОМЕНОС стягивается в ФОБУМЕНОС, вот, вот, и понятно, что этот ОУ, это одно же десунг, это долгий, бывший долгий О, который иногда изображается так, если это, ну, ради, так сказать, сохранения графики оригинала, там, где, в той графике, где это пишется долгим омикроном, оно, омикроном в значении долгого, омикроном, может быть, написать и так, вот, но, но, у АПОМЕРОМЕНОС нет никакого ФОБУМЕНОС, а есть ФОБЕРОМЕНОС, то есть, мы при слиянии двухгласных среднего ФОБЕРОМЕНОС, мы получаем вовсе не третий гласный среднего ФОБЕРОМЕНОС, да, или один из этих долг, а мы получаем настоящий десунг, с совершенно неустранимым, как бы, ну, ведром и гладью, то есть, у нас и оптическая версия будет, ну, по смыслу это долгий омикрон, да, АПО, а и оптическая версия будет иметь вовсе даже настоящий дифтон, значит, едем дальше, значит, что у нас, ну, берем третье лицо глагола, допустим, ФОРА или ЭПОРА, значит, да, ну, это императив и имперфект третьего лица, значит, у них, ну, это уже глаголы, это уже в смысле слияние не ЭО, а ЭЭЭ, значит, ну, понятно, в локоватическом у нас сливается, все сливается в ЭЙ, какое, ЭЭЭ, конечно же, ложный дифтонг, и по смыслу это, опять же, просто долгий омикрон, значит, но, если мы, как сказать, если мы рассуждаем о какой-то симметрии системы, и если мы помним о том, что у нас в древнем Иоаннистском, у нас дифтонг получается настоящий, спрашивается, почему здесь дифтонг не настоящий, как бы все спорные случаи про ложные и настоящие дифтонги, и истинные дифтонги, мы, ну, обычно решаются с помощью, так сказать, ну, комбинаторики и ссылок на диалекты, здесь ссылок на диалекты бессмысленно, потому что у нас это диалекты есть, это как, у нас нет контрольного экземпляра, у нас нет другого ионистского диалекта, в котором, как бы, ну, как, где можно было бы это проявить, и, соответственно, мы вправе думать, что здесь тоже при слиянии образуется настоящий дифтонг, ну, в графике он не отлично от ложного дифтонга, то есть получается, что у нас есть, ну, вот есть ложный дифтонг, и оптический, и амийский настоящий дифтонг. Дальше, значит, слитный глагол на пол, холома, и, да, значит, оно в оптическом глаголе холомы, значит, дальше это опять слитный, это опять ложный дифтонг, это просто был диамикрон, значит, и, опять же, мы графически это не можем отличить, но кто сказал, что в ионистском дифтонг это не дифтонг настоящества, с настоящим глаголом, потому что так устроены, ну, ввиду того, что у нас есть NL всякое, то есть как бы, огромное количество слияний разного типа, через разные выпавшие согласные, у нас P.O. сливается в L. Спрашивается, почему, на каком основании мы здесь утверждаем, что ионистская система совпадает полностью с оттической, совершенно нет, она как раз не совпадает. Контрольный экземпляр – это дифтонг L. Ну, вот, вот, соответственно, вот он, Форей, да, и Форей, значит, вот у нас оттическая система такая с сложным дифтонгом, как бы он ни изображался в графике, а ионистская система, она, возможно, с настоящим дифтонгом. Значит, вот инфинитив, про который, собственно, речь идет, вот, Форейн, да, это Форейн, ну, они совершенно подобны окончанию третьего лица, то есть там, и там, и там сливается два E. Значит, ну, что здесь выпало, мы не знаем, это, как бы, довольно дискуссионный вопрос, который, согласно, выпал инфинитив. Но это не так важно в данном случае. Соответственно, это ложный дифтонг, и это долгий экземпляр. Но, опять, если мы возвращаемся к ионийскому, у нас нет оснований вот этот дифтонг графически считать ложным дифтонгом, потому что у нас нет, опять же, у нас единственный экземпляр, так сказать, который нам говорит о том, дифтонг это или нет, или монофтонг, это как раз L, который настоящий дифтонг, который до сих пор, по-моему, точно предложил считать, что это L, хотя пишется L. Вот, соответственно, ну, вот глагол слиплено A, значит, у нас сливается три гласных, да, то есть у нас инфинитивное окончание с двумя экземплярами, плюс гласные основы. Вот он, R, A, ну, вот дальше этапы слияния. Ну, это то же самое, что должен дифтонг, и это то же самое, что экземпляр. И, в конце концов, мы получаем вот эту самую каноническую, ныне форму, форму слиплено инфинитива на A, в которой, как бы, не должно быть никакой подписной йоты. Но это до тех пор, пока мы остаемся в практической системе. Вот у нас есть две графики, значит, ну, в смысле, у нас сливается ложный дифтонг в гласные, но если сливается настоящий дифтонг, мы вправе ожидать, что йота будет подписной настоящий, потому что глайд, как бы, ну, не может выпасть такой как позиции. То есть у нас пишется альфа с подписной йотой, как она пишется во многих десятках изданий. К сожалению, я пока нашел одно единственное издание, которое систематически это учитывает. То есть оно учитывает источники, и приводит это как разночление. У Гароша, кстати, в конце есть совершенно замечательный индекс расхождения. Там перечислены все случаи одинарного и двойного сананта, там одинарного, двойного сананта, мены, си и дзеты. Там совершенно потрясающе, просто, ну, хватит, так сказать, полезной информации. Вот. И, соответственно, остальные издания либо пишут подписной йоту, это такие как бы, ну, второобразные издания, либо они пишут, не пишут подписной йоту, это издание, которое продолжается до сегодняшнего дня. Это такой мейстрим. Значит, соответственно, вот инфинитив с литого глагола на эо, да, вот он сливается, значит, у нас этот лифтон ложный, это долгий эксилон, а камни в атической системе. Этот лифтон, ну, как бы, должен быть ложный. Если, ну, и есть, и, так сказать, это все просто, так сказать, вариации, возначения, там, ну, как бы, вытесняет ли это тильда, если пишем эксилон с циркумфлексом, вытесняет ли знака логоты с циркумфлексом или нет, это все, как бы, некая такая, ну, изыск такой, значит, типографики, полиграфии и компьютерного дизайна. и шрифтового дизайна. Вот. Но, если у нас это все сливается, сливается, в древнеонийской системе сливается ТЭС настоящим лифтоном, представленным в инфинитиве, что мы, спрашивается, ожидаем здесь? Ну, мы ожидаем, как бы, график у нас ничего этого не различает, поскольку все в геокритике, которые придуманы в разные времена и некоторые из них в 20 веке, но получается, что у нас с одной стороны мы ожидаем долгого лифтонга, ну, такого же, как Альфа, Йота и Омега, это как Альфа, Эта и Омега с подписной йотой. С другой стороны, это как бы, у нас написано Эй. То есть, что мы можем предположить? Ну, остается предположить, что у нас есть еще один такой лифтон, у нас есть еще, да, еще одна подписная йота, это долгий псилон с подписной йотой, то есть, это как бы, Эй, где йота играет роль и, так сказать, образователя ложного лифтонга, и одновременно настоящего лифтонга. То есть, как бы, ну, понятно, да, у нас мы не можем это никак проверить, но системные соображения заставляют нас думать, что здесь либо настоящий лифтон, либо долгий псилон с подписным, ну, как лифтонгом, под которым стоит подписная йота. Ну, вот я, так сказать, это так изобразил, как бы, но ничего не остается. У нас подписных йот может оказаться гораздо больше, чем нам кажется. И, наконец, полный, значит, полный финальный ужас, значит, у нас глагол инфинитив, это звездочка, означающая, что вот таких инфинитивов, насколько я знаю, у Валеры нет цифровых инфинитивов на Ун, как бы, да, ну, мы ожидали другомера, ну, какой-нибудь О-Ин, да, но такого нет, у нас нет, поэтому это, дальше идет чистая теория, значит, артическая система, все хорошо, Эй, это ложный лифтонг, это долгий псилон, он сливается в Оу, ну, тембр О, он всегда и тембр Э, и сейчас сливается в долгий гласный. В долгий гласный, понятное дело, ложный лифтонг, он же долгий микрон. Можно так написать. А если у нас старая эйнинская система, то что с ней делать, как бы, значит, это настоящий дифтонг. Мы должны его во что-то слить, да, то есть мы должны, с одной стороны, у нас должно быть слияние в долгий гласный, как это обычно бывает у нас, краткий гласный, диптонг сливается в долгий гласный, и дифтонг модифицируется, то есть получается, дифтонг, будущий подписной йод, будущий исчезнувший йод, не мой. Ну что, такой формы нет, да? Ну, казалось бы, я не нашел, опять же, ни одного экземпляра такого слияния, но, возможно, что мы имеем, подобно, ну, как сказать, у нас раз у нас сливается вот это, мы вместо ой, мы имеем дифтонг оу, который и пишется, под которым не написано подписная йода, то есть это, как бы, долгий омикрон с подписной йодой, пятый член вот этого треугольника, так сказать, да, треугольника в смысле, который систему доводит до полной симметрии и она, как бы сказать, она изнутри гораздо лучше, чем, ну, чем, так сказать, система, в которой ЭО торчит, как одинокий за края, значит, взамен какая-то полкометра, ну, я, собственно, как бы не буду дальше рассказывать, тут много о чем, подписная йодка про депсимал встречается, но это тема отдельного общения, обойдющего к ним пятнадцать минут, вот, значит, и это, то есть это пропагедевтический такой отвод, как бы, да, значит, вот эти книжки прямо у меня с собой вот греческая грамматика, прекрасная лицейская грамматика называется, ну, тем видно, наверное, лицейцев Николаев, Николаев Долченков третьего класса всего нашего, такая вот книжечка, 1868 год, в ней, например, числе прочих, не знаю, видно здесь, наверное, видно, это, третий класс, это соответствует нашему, наверное, шестому или седьмому, да, классу, ну, третий класс гимназии, в университет, ну, да, 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 в понынешние времена уже, может быть, даже аспирантура, вот, и в этой, в этой замечательным образом, я не знаю, попробую, надо было, конечно, как еще прочее, но я попробую этот курс вам показать, здесь есть такой изыск, как первое лицо двойственного числа, отличающиеся от первого лица множественного числа, вот эти формулы, я вообще скажу, вот, ой, это, кажется, Григоревский, ну, вот эта строчка, да, то есть, это, ну, это взято у курсуса, на самом деле, ну, скорее всего, конкретно в этом случае, это взято из их, ну, тогдашнего, тогдашнего популярного курсуса, то есть, они настолько уважали своих учеников, своих экскалеров, что не боялись давать им личную информацию, тем более, что ученики же должны там сочинять фразу по-гречески, у нас там в медиа стоит какой-нибудь глагол, идеальный, там нас обоих обидели, и нас многих обидели, там это очень важно различать, это гораздо важнее, чем различать мы двое, или мы многие обидели, это как раз и так важно, нас двоих почитают, или нас двоих почитают, да, и те, уважают, значит, поклоняются двоим, или многим, это гораздо важнее, чем только, сколько поклоняются народу, все поклоняются, что-то нужно различать, вот, и в качестве, так сказать, контраста, что мы имеем сейчас, вот две книжки, опять же, вот они, вот они, вот они передважаются, кем, а нет, ничего, текст, у меня как-то искаженный цвет, здесь нормально, два из серии Тича Селл, знаменитая, это хорошая версия этой серии, потому что дальше она начала граждаться, она начала все проще, все поднятнее, все развлекательнее, с картинками, вам это не важно, вы такой, но ничего, не квадратная, у тебя голова не квадратная, еще все, началась вот эта штука, значит, и в, но этот, новогреческий, это еще политоник, эта книжка еще издана до 82-го года, до того, как 30 человек тайком протащили, режиссер, то есть они не знают, за что они голосовали, за отмену монотониками, за отмену политониками в новогреческом языке, опять же, это длинная история, которая стоит целого доклада, вот, я могу дать потом ссылку на, на автора, который это подробно описывает, а вот, казалось бы, новозаветный греческий язык, ну, что мы ожидаем, мы ожидаем, ну, в этой серии, почтенной, синежелтой серии, значит, мы ожидаем какого-то, чего-то приличного, вот, что написано про акценты, вот, вы видите, что написано, и последняя фраза, ну, ссылки, что он, это он не просто так, это то, что он, это он, это он, это он, это он, последнее признание в предисловии, Брэдон Брэйте, конфессор, он автор учебника, новозаветного греческого, до сих пор болтается, он не тверд в акцентах, и позволяет себе, как бы писать, такой учебник, и в этой книжке нет ни одного акцента, ноль, здесь есть придыхание, но нет удаления, читайте, как хотите, удаление ставки, наверное, на английский манер, или еще на какой-то манер, или всегда на первом, если надо постепить, и вообще, и вот, вот это, я был в шоке, честно говоря, купил раньше, чем это взглядел, как бы, чем в голову не могу, эти люди, как детки, как в иголоках говорят, эти люди, запрещают нам, говорят в носок, спасибо. Ну что же, а вы не пробовали вернуть обратно, зачем? Зачем? Ну, теперь кофейцы, а, теперь я буду знать, я буду знать, кто такой этот Харсон, да, ну, вы знаете, это все как? Ну, просто современное, современное, да, вот Николай Николаевич хочет задать вопрос. Да, конечно. Николай Николаевич, смог все убрать? Да, сейчас он услышал, Николай Николаевич, включить все. Вот, теперь мы должны следовать. Спасибо за доклады, но несколько соображений. Значит, первое соображение, у нас есть человеческие надписи, где мы ожидали бы в форме ими, ягельсин, наличие ложного дефтонда, и в тех диалектах, которые не пользуются еще ионистским шрифтом, мы имеем при этом написание с графическими двумя знаками передачи эпсилон и йота. Такого рода примеры действительно есть, но то, что вы говорили о форме инфинитива, это касается во многом истории классической филологии. Значит, что касается вот этих английских учебников, то это просто традиция, которая восходит к Соломону Раинату, который, как известно, выпустил книжки «Ле крэк сон пэр» и «Ла тэн сон ла», где в греческом тексте не было поставлено ни одного ударения, для того, чтобы дамы лежа на диване могли спокойно осваивать греческий язык. То же самое, вероятно, с новозаветным, чтобы какое-нибудь церковное лицо могло бы говорить, что вот оно по-гречески освоило интересного лазаряда. Что касается формы типа тиман с йотой субстриттум, то в этом случае где-то в 20-30-х годах 19-го века, поскольку в рукописях этого нет, и по аналогии восстанавливали йоту субстриттум, где-то в районе 1830-го года все издатели отказались от того, чтобы печатать йоту субстриттум в этих формах. Поскольку окончание э-эн бывает просто, как эн выступает в ряде европейских языков, других краткое э, за которым следует эн, Ну и есть формы, для греческого мы устанавливаем безусловное «сэн», поскольку микенская графика в таких формах, как «экеэ» показывает нам, что там было «экехэн», и это не может быть и не слоговое, это должно быть исчезнувшее «эс». То есть полное соответствие ведийским инфинитивам на «сам», которые уже Шантрен правильным образом определял, как восходящий к единому источнику с греческим «сэн». Поэтому, да, и второе еще, конечно, то, что греческий язык избавлялся в очень многих случаях от долгих дифтонгов, не в конечном, не в абсолютном конце слова, это тоже стоит иметь в виду. Но еще раз подчеркну, что слушать вас было исключительно интересно, и спасибо, что вы эту тему затронули. Можно ли я вам отвечу? Да, да, я хочу кратко, я хотел сказать, что мой пафос состоял не в том, чтобы восстановить подписную йоду для общегреческого, я пафос мой состоял в том, что это чисто древнеионистская особенность, узкодиалектная, которая умела вместе с этим диалектом. То есть, если у нас есть слияние в «эу», то мы вправе ожидать слияние в «эй» и «оу», как настоящий дифтонг, ровно в этом диалекте. И подписную йоду нельзя писать нигде, кроме текстового мира, ее можно писать или не писать, и во всяком случае мы обязаны это как бы учитывать как вариант. Я ни в коем образом не имею в виду, что это йода андоевропейская, нет, конечно, это слияние двух «э», экзотическое, но такое же, как «эос», называется «эл». То есть, опять, из системных соображений только для древнеионистского, больше не для чего. Поэтому, ну, реально мы сталкиваемся с этим, именно в издании номер. То, что от этого отказались и не отказались это учитывать, это некое высокомерие, потому что у нас огромное, ну, у Ляроши приводятся, собственно, минускрипты, в которых это йода стоит. И он, по крайней мере, эту информацию дает. А если мы эту информацию вообще выбрасываем, мы как бы хоролим целую тему, делая вид, что она как бы, ну, однозначна. Опять же, ну, у меня есть и хулиганское совсем соображение, что это может быть диалектный вариант самого инфинитива, что это настоящий «эйн», потому что это «эйн» из «э-ни», такое же, как «э-ни-э-най», да, как «ми-май», «си-сай», «э-тай» и так далее. То есть, «н-ти-н-тай», то есть, у нас полная симметрия активной медиа, в том числе в инфинитиве, но конкретно в этом опять же. Но это хулиганство. Я не на этом точно заставил, но это даже нет. Это в переходе кореноса со звуками. Хулиганство в таком смысле, да. Мы мыслители, это такой полет мыслей, полет мыслей за стартовки. А серьезно, я считаю, что слияние двух «ф» в «эй» и двух «о» в «оу» в настоящие дифтонги – это специфическая особенность ровно диалекта Ромера. И мы должны, как минимум, отмечать такую особенность, как возможное написание с подписной йодой инфинитива. Может быть, опять же, вопрос открытый, ставить ее как основной вариант для разночтения. Но я бы считал, что это надо делать, ну хотя бы как и на руках. А в остальном нет, конечно, все. В классическом все хорошо. Все дифтонги ложные. И всего-то я в играле долгие троечки будет. Спасибо. 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 Спасибо.